ДАВНЫМ ДАВНО Давным-давно, кажется в прошлую пятницу, я вам обещала полностью весенний номер Одинцовской недели. Вот он! В связи с этим радостным событием предлагаю вместе посмотреть, что же мы тут для вас приготовили. На первой полосе номера строительство новой школы в жилом комплексе Заречья-Парк. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Подробнее о запуске читайте на второй странице. 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют до 2025 года. О региональной программе капремонта вы сможете прочитать на третьей странице. Земля за 1 рубль, производство благородных сыров и 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этих и других новостях Подмосковья на странице 4,5. Глава округа обсудил со звенигородцами планы благоустройства города. Ждать ли памятник Агнии Барто и какой будет дорога к Успенскому собору, читайте на странице 6. На странице 7 мы продолжаем тему первой полосы. В основании будущей школы заложили капсулу времени. Кому адресовано послание, узнайте, прочитав статью. Начался девятый этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Репортаж с торжественной акцией читайте на странице 8. Участник спецоперации из Подмосковья получил квартиру в Кубинке. Его впечатление от новоселья ждет вас на странице 9. На странице 10 подборка мартовских законов. Корреспондент недели разобрался в плюсах и минусах безналичной оплаты в школьных столовых. Его выводы ждут вас на странице 11. На странице 12 племхоз Нара Асановский, который вовсю готовится к новому сезону. Программа социальной газификации стала бессрочной. В этом выпуске мы рассказали, как получить топливо максимально быстро и на что следует обратить внимание, вступая в программу. Подробнее об этом на странице 13. Представители активного долголетия рассказали редакции о занятиях лечебной физкультурой, а также о новых экскурсионных маршрутах. Об этом читайте на странице 14. На странице 15 вас ждет новый герой подкаста «Сами мы не местные». На этот раз интервью с Одинцовским врачом-кардиологом Лейлой Варяник. Далее рубрика в диалоге и мысли вслух от нашего постоянного автора. На странице 18 рубрика «Закон и порядок». В центре ее внимания поиски пропавшей Одинцовской девочки. На странице 19 актуальные вакансии и телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ про утро, свежий выпуск новостей в 20.00 и подкаст «Сами мы не местные» по пятницам. Также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные, изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках. Электронную версию на сайте. Продолжение следует...